Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова После этого последовало множество фильмов с актером в главной роли. В 80-х он стал одной из самых известных звезд. Он создал амплуа сильного и несгибаемого персонажа, за что стал предметом множества шуток. Одна из сцен, за которые он получил подобную репутацию, из фильма 1991 года «Порождение ада». Также Нори стал известен широкому зрителю как техасский рейнджер после того, как сыграл в сериале с таким названием. Актер создал собственный стиль боевых искусств, который получил название «Чун Кум До». А еще Нори стал известен как убежденный христианин и посвятил множество книг теме веры. Начните питаться правильно уже сегодня. Мы представляем вашу внимание фритюрницу с горячим воздухом Air Fryer. Она позволит заменить вредное масло горячим воздухом и сделать ваши любимые блюда чуть более здоровыми. Вместо масла эта фритюрница использует поток горячего воздуха, поэтому канцерогены вам больше не страшны. Фритюрница Air Fryer – незаменимый помощник для всех сторонников здорового питания, а также тех, кто соблюдает диету и следит за своими килограммами. Теперь наслаждаться любимой едой можно будет с меньшим количеством калорий и жира. Позаботьтесь о своем здоровье уже сейчас, чтобы в старости избавить организм от проблем. И только сегодня, позвонив по номеру телефона, который видите на своих экранах, вы сможете приобрести эту чудо-фритюрницу не по цене 2999 леев, сколько она стоит в обычном магазине города, а всего лишь за 1999 леев. Экономия налицо. И помните, предложение ограничено. Ну, а мы на кухне находимся с Александром Амерзаном, который у нас сегодня будет творить наш шеф-повар, который любезно согласился приготовить еще несколько вкусных блюд на протяжении нашей программы. Полезных? Полезных. По первому. Потому что на сегодняшний день фастфуд не такой уж и полезный. Мы сегодня решили сделать наггетсы на основе овощей, используя морковку и кабачок, и чуть-чуть картошки флей. И вот здесь мы приготовили вот эти замечательные кексы, они уже готовы, и рыбу. И рыбу. Все это мы будем готовить с помощью фритюрницы, причем это происходит, насколько я понимаю, очень быстро, и мы потратим на каждое приготовление блюда где-то в течение 15-20 минут, чтобы готовиться любой из этих перечисленных блюд. С чего мы начнем? Я, насколько я понимаю, уже что-то происходит здесь. Да, благодаря вот этим фритюрзам я становлюсь чуть-чуть ленивый, скажем так. Это упрощает работу повара. Да, 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 на много, я бы сказал, на много, потому что когда ты работаешь с горячим маслом, это, во-первых, надо быть очень осторожным, чтобы не пошла вода, чтобы, ну, как бы, и много средств. Ну, вот в профессиональной кухне, вот, допустим, если мы говорим, при ресторане, используются ли такие фритюрницы в приготовлении пищи, которые подаются клиентам? Нет, нет, я еще не видел, но... В основном это все жарится на масле, вот это большое количество масла, которое потом выбрасывается, опять новое заливается, вот этот процесс этот постоянно. Да, 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 да. Да, но я... Для домашних условий. Ну, я думаю, все связано с тем, что, наверное, процесс в ресторанах, наверное, сложнее, вот, но для домашней кухни, я думаю, что... Для домашних условий, я думаю, что вот идеально. Это устройство подойдет со стопроцентом. Из чего оно состоит? Давайте мы немного подробнее о нем поговорим. Сейчас я вам покажу. Дельмана Air Fryer. Оно довольно легкое, поэтому, хозяйки, не переживайте, перенести его из вашего кухонного шкафа на стол будет довольно просто. Вот такое вот небольшое устройство, которое имеет специальную чашу. Таким вот образом она вынимается. В этой чаше можно приготовить 500 грамм картошки фри, 700 грамм картошки фри при желании, 500 грамм различных видов мяса, это может быть курица, это может быть стейки, овощи. И, в общем, вот такая вот емкость, которая легким движением руки, буквально нажатием вот кнопочки, которая вот здесь есть, вынимается из этой ниши. Сюда вы помещаете все необходимое, что надо приготовить в сыром виде, да? Нарезаете, ставите туда, помещаете обратно, абсолютно без использования масла. Еще раз вам напоминаю, ну, единственное, что вы можете чуть-чуть добавить, когда картошку фри готовите, чуть-чуть так вот, допустим, чуть сбрызнуть масло, да, допустим. И посолить. Опускаете обратно, вставляете вот эту кастрюльку обратно, закрываете и помещаете обратно в плитерницу. Здесь есть регулировка температуры, маленькая подсказка нарисованная вам подскажет, для какого блюда, с какой температурой необходимо выбрать. И примерное количество минут, которые потребуются для приготовления того или иного блюда. Здесь все довольно доступно и понятно написано. Две регулировки, как регулировка температуры, вот она здесь, да? Можно регулировать температуру от 80 до 200 градусов, вот. И помимо этого есть еще и таймер, который можно также запрограммировать. И вот такой вот звук прозвучит тогда, когда блюдо уже готово. Сколько я понимаю, здесь что-то уже приготовилось. Уже готово, наша рыба, да. Так все совпало. Ну, давай посмотрим, что же здесь у нас получилось. Мы готовили рыбу. Да. Ну, скажем, такой полезный фиш и чипс. Рыба готовится и все остальные блюда с помощью горячего воздуха, без использования масла. Ну, пожалуйста. Запах прекрасен. Как ты подготовил саму рыбу? Ты, получается, взял... Я взял классическую панировку. Да, это мука, яйцо и панировка. Все это махнул рыбу в кусочки рыбы в этой панировке, просто положил... Без соли, без ничего. Ручка, кстати, не нагревается абсолютно, поэтому вы сможете спокойно, без ухваток и различных приспособлений, вытащить все это из фритюрницы. То же самое я сделал и с овощами. Еще один... Ага, вот здесь у нас что? Овощи. Это наша морковка. Это перец. Ты тоже в фритюре? Да. А, в этом тляре, да? Да, да, да. Ну, я очень люблю фастфуд. Блезный. Я тебе больше скажу, что я тоже его люблю, но в последнее время стараюсь минимизировать количество фастфуда, но... И особенно для детей, вот дети очень сильно любят... Все равно я спрашиваю, как ты это все-таки готовил, для того, чтобы в будущем повторить дома. Расскажи, пожалуйста, вот именно рыбу мы уже выяснили, как ты готовил? То же самое, то же самое получается, да? Да, да, да. Здесь у нас картошка фри, кстати, картошка фри, ее можно приготовить буквально за 10-15 минут. Если у вас купленная картошка в магазине, вот эта, которая уже замороженная, она, кстати, не очень здоровая, но она быстро очень готовится, то она приготовится буквально за считанные минуты. Если вы сами купили картошку, тщательно, старательно ее нарезали и потом поместили туда, в эту же емкость и отправили в афритюр, то она приготовится чуть дольше, но тоже в течение 15-20 минут. 15 минут, да. Да, максимум. Можно, что самое интересное и приятное, можно постоянно подглядывать. Допустим, если вы не уверены, на какой стадии сейчас находится ваше блюдо, которое вы готовите, можно во время работы останавливать и вынимать. Смотреть, проверять. Ага, вот она немножко подрумянилась. Опять можно обратно ее поместить. Покрытие антипригарное. Вот данной ниши, которая здесь у нас все помещается, здесь антипригарное покрытие, поэтому пища не прилипает, не пригорает. Вот, и вот прямо сейчас я покажу, вот правда здесь у нас панировочные сухари упали туда, но если вы готовите какой-то, какой-то вид мяса, да, то весь жир, который лишний у вас образуется, он стекает в эту емкость. Таким образом, ваше мясо будет лишено вот этих вот ненужных жиров, которые вы потом, вам приходится это все есть. Все это стекает сюда, в эту емкость. Ее можно легко под строй воды в хране помыть. Обратно помещаем эту емкость вверху, закрываем специальную крышечку и помещаем обратно, допустим, во фритюре, если вам надо доготовить. Фритюрница с горячим воздухом Air Fryer – это идеальный выбор для всей семьи. Корзина объемом 2,5 литра позволяет приготовить 700 грамм картофеля фри, 500 грамм стейков или куриной грудки всего за один раз. Все останутся сыдными и, конечно же, накормленными. Температура регулировки от 80 до 200 градусов Цельсия при помощи удобной ручки, поэтому фритюрница с горячим воздухом отдельно подойдет для приготовления вкуснейших блюд для всей вашей семьи. Встроенный таймер до 30 минут позволяет избежать пригорания пищи и обеспечивает идеальную точность приготовления. Покупая фритюрницу Air Fryer, мы делаем свою жизнь здоровой и счастливой на долгие годы. Так что только сегодня, сделав всего лишь один звонок, вы станете владельцем этого чуда. И, конечно, заплатите нереальную цену, которая составляет всего лишь 1999 леев вместо 2999 леев, которые сейчас находятся в магазинах. И поспешите, желающих много, а фритюрница осталась не так уж много, поэтому всем может не хватить. 1999 леев за этот чудо-товар, я считаю, что это довольно достойная цена, не так уж и дорого, потому что экономия существенная. Ну да, это быстро, это чисто, не надо слишком сильно заморачиваться. Ну и результат великолепный, я бы сказал. Хочется попробовать, но я знаю, что... Ну, раз уж мы говорим о, скажем, о правильном фастфуде, да, я покажу, как сделать быстрый майонез, вкусный, домашний, не купленный. Так, майонез домашний, да? И, скажем, даже более... Не то, что вкусный, но, скажем, без яиц. Абсолютно. И постный. Он сейчас будет постным, домашним, и, конечно же, в этом плане не будут отсутствовать различные химические добавки, которые иногда все-таки присутствуют в покупных майонезах. И его можно использовать, кстати, вот нашему блюду, у нас здесь картошечка фри, которую мы приготовили, и вот ее можно подавать данной майонезой. Александр, рассказывай, как ты ее... Соевое молоко вместо яиц мы можем добавить и яйца, да, но главное, чтобы яйца были очень-очень свежими, до 9 дней. Окей. Если этого нету, соевое молоко, растительное молоко. Соевое молоко мы добавляем вместо яиц, да, получается, или яйца тоже. Да-да, вместо яиц. Вместо яиц, да. Если мы не хотим использовать яйца. Да-да-да-да. Или миндальное молоко тоже можем добавить, да. Растительное масло, чуть-чуть горчицы, чеснок, и для аромата можем добавить чуть-чуть укропа. И лимонный сок. Если в пропорциях говорить, потому что вот я знаю, что все-таки секрет это в пропорциях. Значит, вот у нас такая вот емкость такая. Да. Скажем, масло в 3-4 раза больше молока. Здесь у нас молоко, да? Да. Масло. Зубчик чеснока. Да, горчица. Ложечка горчицы, сколько? Чайная ложка. Да, чайная ложечка. Чайная ложечка горчицы. Все, здесь больше ничего нет. Чуть-чуть укропа я добавлю. Укроп. Ну, это для, скажем, для свежести, для аромата. И лимонного сока. Чуть-чуть кислоты. Все это взбиваем сейчас. Погружная ложечка. Это делается очень быстро. Вот эти вот соусы, которые подаются в ресторанах, они, насколько я понимаю, тоже же в основном готовятся прямо на месте в ресторанах, да? Ну, я стараюсь все делать на месте, да. То, что у них такой необычный, неповторимый вкус, и в каждом ресторане есть своя какая-то пикантная особенность, вот, и когда они подают свои соусы, они даже, многие рестораны, гордятся своими эксклюзивными соусами, да? Ну, да. Все? Все? Готово? Проще простого. Есть легкий аромат чесночка и легкий аромат зелени, да? Значит, выкладываем туда. Майонез за пять минут. Даже меньше. За пять секунд. За пять секунд. Еще раз давайте напомним, значит, там у нас молоко, миндальное было молоко, да? Соевое. Соевое молоко, немного масла, ложечка, буквально, горчицы, чуть-чуть сока лимона, зубчик чеснока и немного, буквально, щепотка зелени. Все, готово. Да. И тут мы можем уже переставить. Да, пожалуйста. Приготовлено на картошечку. И уже дегустируем. Мы это будем делать уже. Дегустируем. Ну, прямо сейчас. Я рассказывать, я смогу? Ладно. Так. Кстати, картошка очень классная получилась. Картошка готовится довольно быстро. Если, еще раз напоминаю, вы покупаете замороженную картошку, это буквально 10-12 минут. Если вы купили мне картошку обычную и сами ее нарезали, то вам понадобится на несколько минут, чуть больше времени. Минут 30, я думаю, где-то так, да. 30 минут, да? Да, где-то так. 25-30 минут. Ну, а прямо сейчас хотелось бы вам еще рассказать, что жареное может быть полезным. Сомневаетесь? Тогда представляем вашу вниманию фритюрницу с горячим воздухом, которая называется Air Fryer. Она подойдет для приготовления любых блюд, которые вы обычно готовите в духовке или на сковороде. Мы проверили разницу между пищей, приготовленной с использованием масла, и той же, но приготовленной в нашей фритюрнице с горячим воздухом. В куриных ножках было на 45% меньше жира, а в картошке фри на целых 95%. Эти результаты поражают воображение и показывают, насколько более здоровой станет ваша еда. Позаботьтесь не только о своем здоровье, но и о здоровье своей семьи. Готовить станет просто, а количество порций увеличится. Поэтому звоните прямо сейчас по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Позвонив по этому номеру, вы заплатите не 2999 леев, а только 1999. Так что вашему кошельку это тоже подойдет впрок. Дерзайтесь, пишите, ведь количество фритюрниц ограничено. Вы экономите 1000 леев буквально за мгновение, если позвоните прямо сейчас в рамках нашей программы по номеру телефона. И закажете вот эту чудо-фритюрницу, которая готовит без использования масла. Еще раз напоминаю, при этом весь жир, который накапливается в процессе приготовления пищи. Давайте еще раз вам покажу. Он накапливается вот здесь, в этой емкости, которая легко моется. Все находится там. Здесь ваше готовое блюдо. Оно не пригорает. Здесь антипригарное покрытие. Ручка не нагревается. Все легко устанавливается и встраивается. И вот что мы приготовили. Давайте мы еще раз попробуем еще десерт. Десертики, да. Так, у нас еще кексики. А кексы это обычные, да? Обычное тесто, как обычные хозяйки готовят. Я думаю, у каждой хозяйки есть свои рецепты. Вы просто помещаете. Если бы вам пришли друзья дома навестить, за 25 минут можно такое. Да. Единственное, конечно, надо помнить, что температура высокая. Внутри от 80 до 200 градусов. Для того, чтобы не расплавились, допустим, вот эти вот корзиночки, они должны быть термостойкого материала. Допустим, в нашем случае это бумага, да? Которая специально для приготовления кексов используется. Вы просто тесто помещаете в эту корзину, которую я вам показывал. Выставляете необходимую температуру. Ставите таймер, ждете. Звоночек прозвенел. Кексики готовы. Оп. Готово. Вуаля. Спасибо большое, Александр, что ты сегодня нам рассказал, как быстро, просто и при этом еще приготовить здоровую пищу. Мы желаем тебе тоже хорошего дня продолжения. Спасибо вам огромное. И увидимся в одном из фастфудов нашего города. Ну, а прямо сейчас я предлагаю подробнее узнать о данном товаре и следующего сюжета. Итак, вы готовы к трансформации? Как вы думаете, у вас получится? Гарантируем, это будет легко, быстро и очень вкусно. Уменьшите в своем рационе калорий, жир и холестерин и получите самую вкусную хрустящую еду. Будьте в форме всегда. Но это еще не все. Готовьте ваши любимые блюда быстро. Вкусные тушеные овощи, полные питательных веществ, ароматную выпечку, в которой меньше жира на 95%. Даже разогревайте еду. Пять вариантов в одном чудо-устройстве. Все, что нужно сделать, это выполнить два шага. Первый. Выберите нужную температуру. Второй. Установите время. И дайте фритюрнице с горячим воздухом приготовить вашу любимую еду. Секрет кроется в технологии жарки с помощью горячего воздуха. Прогретый до 200 градусов, воздух циркулирует в округе ингредиентов, создавая хрустящую золотую корочку снаружи, сохраняя ароматы и питательные вещества внутри. Корзина для жарки снабжена специальными отверстиями, которые помогают жирам стекать в сборный контейнер. Посмотрите, сколько жира не попадет в вашу тарелку. Готовьте ваши любимые блюда или здоровые чипсы в одно мгновение. Овощи на пару, ароматную выпечку или просто разогрейте еду. Остерегайтесь некачественных поделок фритюрницы с горячим воздухом. Только оригинальная фритюрница с горячим воздухом от Далимано гарантирует продукт высочайшего качества. Гарантируем, каждый клиент останется довольным. Наш безумно вкусный эфир продолжается. И вот какую вкусную информацию мы хотим вам рассказать. В соцсети ТикТок набирает популярность видеоролики с домашней сорокой. Автор этих видео зовут Владислав Ятенко. Он накладывает на видео гугл озвучку, похожую на ту, которая использовалась в роликах-пародиях на роботов Boston Dynamics. Я не хотел тебя обидеть. Случайно просто повезло. Почитал умную книгу. Выдал объективную критику. Устал. Посмотрелся в зеркало. Печалька. Вроде грязный. Искупался в миске. Искупался в раковине. Искупался в кошачьем лотке. Вроде чистый. Пофоткался. Помог с домашкой. Эй, ступидмен, can I help you? И снова помогаю. В сентябре 2018 года семья Ятенко нашла эту сороку на улице. Эта забавная зверюга свалилась нам на голову в виде гнезда со спиренного дерева. Птенцу было отроду максимум 5-7 дней. И вооружившись гуглом и терпением, мы приняли вызов по выкармливанию этой осмы. Рассказал сам Владислав. Мужчина решил взять птенца к себе, несмотря на то, что у него дома уже жили кот и собака. Мне кажется, помимо этого птенца, он взял с собой массу позитива. И ой, какая прелесть, не могу. Ну, как вот такое чудо оставить на улице, умирать? Сорока, да, она же необычная. Необычная все-таки птица для домашнего воспитания, да? Несмотря на кто, она оказалась умной, послушной. Она с ними обедает, с многими животными, никуда не улетает. Она полноправный член семьи, так кажется. Да, полноправный член семьи. Ну, плюс ко всему, море положительных эмоций дарит не только своей семье, но и всем пользователям ТикТока, я так понимаю. Потому что огромное количество фолловеров у нее. Ну, мы движемся дальше. Интернет-пользователи. Новый фаворит черепаха Альбинос, которая влюбляет в себя абсолютно всех и каждого. Ну, посмотрите на нее, и вам, мне кажется, что вы тоже потеряете голову от любви к ней. Этот вид черепахи называется просто великолепная. И она часто бывает, они часто бывают альбиносами. У них есть всего один пигмент в коже, придающий ей желтый, оранжевый, красный или розовый окрас. Черепахи-альбиносы очень красивые, но в природе их шанс на выживание снижен, потому что они не могут камуфлироваться от хищников. Кроме того, альбиносы часто становятся изгоями. Другие животные не хотят иметь с ними ничего общего. А еще у них плохое зрение и слабый слух, но выглядят эти черепашки просто потрясающе. Такое ми-ми-ми. Ну что ж, дорогие друзья, вот на такой позитивной, красивой, даже солнечной где-то ноте мы хотим попрощаться с вами, но всего лишь до завтра. Увидимся в телемагазине. Всем хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!